Воскресное утро в посёлке Совхоз имени Ленина началось со службы в Преображенском храме. Далее все пришедшие собрались у мемориала «Павшим воинам», где звучали слова о великом подвиге, который совершили прадеды мальчишек и девчонок, стоящих здесь. Сегодня среди собравшихся нет тех, кто отстаивал оборону Москвы в 41-м. Они ушли. Дань памяти Алой Гвоздики у подножья мемориальной плиты. В дружной колонной с красным флагом в руках участники военно-спортивной игры отправились на территорию сельской школы. Вначале Михаил Кононенко, руководитель оборонно-спортивного клуба «Ратник», провел небольшой исторический экскурс. С демонстрацией военной атрибутики, а главное трофеев, которые были найдены на полях сражений. Патроны, гранаты, каски или вот стеклянная фляжка. Это история того времени, видите, это с того времени вам привет. Может быть солдат какой-то передает вам привет. Вот так она была найдена. Очень сложно находить, потому что щупом или лопатой раскалывается, поэтому это очень редкая находка. Поэтому для нас это большое счастье, что она сюда приехала к вам, от какого-то солдата советского. 40 человек участников игры разбили на команды. И сразу же прохождение этапов. Преодоление препятствий по натянутой веревке, маш-бросок к следующему этапу. И все это под автоматные очереди. В командах по 10 человек. И мальчишки, и девчонки. Девочкам есть послабление? Девочкам нет. Кто взялся за оружие, все равные. Как на дороге. На дороге водитель сел, автомобиль, это женщина или мужчина. Все, они участники дорожного движения. То же самое здесь участники боевых действий. Девочки показывают результаты по метанию, по стрельбе гораздо лучше. Вот у них вот такое есть. А вот задание для капитана. Найти металлический осколок. Дымовая завеса и новый этап игры. Метание гранаты под прямыми выстрелами противника. Мимо! Со стороны администрации, со стороны тех, кто проживает на территории поселения, я всегда очень рада тому, что мы можем каким-то образом детей, в общем-то, еще и еще один раз вернуть в нашу историю и показать им, ну, уже не только в рамках учебников или фильмов, которые можно посмотреть, книг, которые можно прочесть, а вот так вот руками пощупать историю. На войне, к сожалению, много раненых. Командная работа – перевязать рану у солдата. И главное – как можно быстрее перенести его в безопасное место. Аккуратно не падаем. Главное – не уронить раненого. Ни минуты на отдых и новое задание – снятие надевания противогаза. Здесь у многих возникли трудности. Сборка и разборка автомата Калашникова оказались для ребят самым интересным этапом. Необходимо уложиться в 40 секунд. Матвей справляется за 33. Говорит, пока это его личный рекорд. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как тебе эти навыки могут пригодиться? В армии они пригодятся. У меня папа военный. Мне тоже хочется стать военным. Но несмотря на слаженность команды и быстрое прохождение всех этапов, у организаторов есть замечания. Уровень подготовки детей сейчас современный? Да, на троечку мы слабы. Что не хватает? В подготовке, мужество побольше. Стали все какие-то сладенькие. Что надо делать? Больше внимания уделять физической подготовке и мужскому начинанию, начало мужскому. Во-первых, вся проблема эта идет из семьи. Потому что у нас большинство отцов, родителей сами там не служили. Подтянуть физическую форму и через год вновь встретиться на поле условного боя. Такая задача стоит перед участниками военно-спортивной игры. Екатерина Чернышова, Владимир Андрианов, Видное ТВ.